Ом, друзья, мы с Колей находимся в таких благостных местах, в Тибете. Выдалась счастливая возможность поехать в тур с нашим клубом Омру. И основная цель этого тура, конечно же, приближение к себе, прочувствовать энергии древних практиков, как они шли этим путём, попросить у них благословения на то, чтобы самим дальше продвигаться этим путём. И, конечно, энергия очень мощная в этих местах. Сегодня где-то одна треть нашего тура, по-моему, пятый или шестой день, да, Коля, шестой. И, конечно, уже в предвкушении, что предстоит впереди, но настолько уже наполнены теми местами, которые мы посетили. Это в основном преимущественно монастыри. Конечно же, культура Тибета, она вся построена на духовной практике. Буддизм здесь в основном преобладает. И что интересно, здесь земля, она действительно пропитана этой энергией практики. И все великие практики прошлого, они практиковали в ретритах. Кто-то один год, два года, три года, кто-то десятилетиями. Очень много мест таких, которые предназначены для ретритов. Пещеры. В каждом монастыре обязательно в таком недоступном для туристов месте находятся ретритные тоже домики какие-то, в которых закрывают людей. И вот интересно, Коля, послушать тебя тоже, что ты думаешь на эту тему. Потому что они, казалось бы, находятся в такой духовно развитой стране практики, что им, казалось бы, мешает просто практиковать в обычных условиях повседневной жизни и не уходить в затворничество. Ведь мы же рождаемся на земле, в социуме живем, взаимодействуем с людьми. И, казалось бы, это норма жизни, находиться в этом потоке взаимодействия с людьми, с социумом. Но почему-то все, кто достигли чего-то на пути самосовершенствования, обязательно в своей практике применяли уединение в зависимости от уровня развития на разный срок. Коль, что ты расскажешь про ретриты? Зачем они вообще нужны? Да, если мы посмотрим историю, возьмем любую религию, возьмем любых мастеров, и мы увидим, что там есть процесс обучения, когда практику ученику дают знания, потом есть процесс. Можно начать с того, что сначала идёт знания, потом идёт служение, потом идёт посвящение. И когда даётся посвящение, тогда уже даются какие-то такие серьёзные инструменты, уже у практика есть энергия, и он идёт уже для того, чтобы познать себя, использовать те благословления, которые ему дали, ту энергию, которую он накопил. И для этого существовали определённые места в каждой религии, в каждой традиции. Это было в практике немножко по-своему, но сам процесс, он, в принципе, очень похож. Это человек, который уединяется или в пещеру, или в лес, или в какой-то ретритный домик, или это дольмен, для того, чтобы встретиться с самим собой, достичь определённого уровня духовного самосовершенствования. И у каждого, ну там в зависимости от подготовки, вот, допустим, в буддизме есть такой ретрит — три года, три месяца, три недели и три дня. Ну, такое очень серьёзное. К нему готовиться, ну, в полжизни там готовишься к нему, чтобы в него правильно войти. Но, опять же, для ретрита очень важно иметь благословение, иметь энергию. И вот, когда практик достигал определённой реализации, выединения, следующий этап, который был, — это служение. Вот то, что вот Надя сказала, почему бы не остаться там. Ну, вот духовный мир, он так устроен, что если ты проснулся сам, нужно пробудить других. Потому что есть карма с миром людей, ну, с материальным миром. И получается, если мы это перенесём немножко в нашу реальность, получается у нас то же самое. Есть карма семейная, есть карма на работе. Ну, с определённым кругом лиц у нас есть определённая карма. Эту карму нужно по-хорошему возмещать, закрывать. И для того, чтобы не создавать ещё новые кармические связи и понимать, как их правильно прорабатывать, нам нужно поднять свой уровень энергии. Как это сделать? Ну, вот идеально — это, конечно, ретрит. Это место, куда ты можешь приехать, где у тебя будет, где есть, тебя будут кормить, у тебя будет программа практик. И там ты сможешь максимально погрузиться именно в практику. Для того, чтобы собрать энергию, аккумулировать. За счёт этой аккумулированной энергии сознание будет подниматься также на более высшие центры. Какие-то кармические будут прорабатываться, пережигаться именно во время ретрита. Обычно это ребята, по отзывам, это стопы вначале могут быть, потом колени, бёдра, поясница. Потом уже кто подходит к анахате, это вот в районах лопаток чувствуется такое, как ломом немножко, энергия поднимается. Ну и дальше там может немножко горло блокироваться, потом ещё выше идёт, там шея немножко блокируется. И вот эти ретриты, они нужны для того, чтобы определённые, скажем так, грубые пласты кармы сжечь, потому что пока ты вот на грубых энергиях, ну очень сложно что-то понять в жизни, что за экзамен, как его проработать, какие уроки, как правильно проходить, кого-то нужно простить, кого-то не нужно простить, кого-то как реагировать, потому что зачастую реакция, она не соответствует вашему внутреннему состоянию. И это вот тоже, есть вот такая тоже уловка, вот психологи используют такую практику прощения, когда вроде бы берётся там за основу какая-то ситуация, которая была тяжёлая, которая мешает человеку пройти дальше, и вроде бы её как бы воспроизводят, якобы эту ситуацию, ну ментально, и человек проговаривает те вещи, которые он должен был проговорить тому человеку, чтобы этот кармический узел завязать. Но на самом деле проработка проходит тогда, когда именно у вас уже внутренне нет этой реакции, вы уже не реагируете на человека, на события, там, прошлое, на ситуации в настоящем. Для этого нужны вот эти вот ретриты. И вот первый этап — это да, это мы вот эти грубые пласты прожигаем, кармы, пережигаем, сидя на коврике в ретритном зале, с ретритной группой. Вот дальше у нас идёт уже, прочтаются каналы, немножко очистятся наши диски чакр, тоже некие моменты стираются. И тогда у нас появляется, как первое, что приходит, это приходит спокойствие ума. При спокойствии ума легче проявлять осознанность. Мы многие знаем, как бывает в жизни, ты в какую-то ситуацию попадая, принимаешь какие-то решения, совершаешь какие-то действия, а потом, немножко успокоившись, понимая, что можно было это не делать, можно было немножко по-другому эту ситуацию разрулить, и не было бы таких последствий, можно было бы обойти какие-то острые моменты. Для этого нужно спокойствие ума. Спокойствие ума просто так не придёт, там, прочитав книгу, прочитав, там, посмотрев лекцию, нужна вот какая-то практика, нужно вот, ну, как у нас в клубе, энергия первична, материя вторична. Вот как нам Андрей говорил на курсе, если ты не работаешь с энергией, энергия работает с тобой, как бы с энергией нужно работать. И для этого нужно время, нужна практика, и нужно, вот, почему вот мы сейчас вот, в какой-то степени немножко рекламируем ретрит. Как бы это такое, как бы, групповая, групповая практика, потому что, ну, знаем лично, на личном опыте тоже накоплено, что в городе очень сложно взять самому себе и дать вот это, позволить, ну, можно сказать, можно же взять выходные, допустим, да, и сделать себе ретрит. Но на самом деле, пока ты вот не преподаватель йоги, пока у тебя нет определенных наработок, ну, это очень сложно. Во-первых, для первых этапов очень важно смена обстановки. И эта смена обстановки должна вот соответствовать, так скажем, регламенту тишины. И вот поэтому мы рекомендуем и приглашаем вас на ретрит, который вот проводим в рамках клуба Умру. очень хорошая программа, которая уже клуб Умру, наверное, уже в течение 20, наверное, да, или 10 лет, ну, довольно-таки давно. 10 лет было в том году? В том году был юбилейный ретрит, 10-летний. И там уже за 10 лет много что тоже подкорректировалось, и там очень гармоничная программа. Во-первых, смена обстановки, ретритный центр Тараура, это очень такое благостное место, которое за 10 лет, ну, уже там определенные вибрации, там определенное тоже такое священное место в какой-то степени стало, потому что там за 10 лет проходят только випассаны, какие-то преподавательские курсы проходили, сейчас там только випассаны проходят. И, конечно, с каждой випассаной вибрации этого места, они повышаются, и многие ребята, приезжавшие туда, говорят, что, ну, очень крутое место, и там, как бы, погружаться в практику очень легко. И, как бы, сама программа очень гармонично создана, собрана, за 10 лет были какие-то там внесены изменения, корректировки, ну, а основная, как бы, практика, основное направление также осталось. И это очень важно с точки зрения, если вы действительно интересуетесь саморазвитием, хотите разобраться с самим собой, как бы, это идеальное место. И вот мы здесь тоже сейчас находимся, тоже очень удивительное место. Вот я немножко добавлю к словам Нади, чуть-чуть эфирного времени, наверное, больше говорю, но еще Надю послушаем. У нас много времени впереди, вот мы приехали, вот мы приедем на автобусе, очень долго по серпантину, приезжаем в монастырь. Понятно, что сейчас, ну, немножко это окультурено, есть дороги, есть там дорожки проложены, но мы понимаем, что раньше этих дорожек не было, и получается, какой был дух. Дополнить хочу, у нас сегодня просто в автобусе говорили, что, оказывается, есть такая программа, китайцы задумались сделать асфальтовую дорогу вокруг Кайлаша, чтобы они могли на автомобилях ездить к Ору. Вот даже видите как. Но суть в чем, то, что приезжая в такие места, вот кто там следит за сторисами клуба, то, что мы сейчас в Тибете, видите там пещеры, места для практики, и, конечно, вдохновляет то, что люди туда шли пешком, поднимались на такие горы, и там не было каких-то таких удобств, ну, как вот мы сейчас, ну, допустим, приедем ретритный центр Аура, там туалеты, как бы есть душевые, спальные комнаты, ну, как бы все отапливое, все хорошо, а там, получается, ну, такие очень суровые условия, но это вот говорит о том, что какая была жажда практики, и вот несмотря на то, что если мы посмотрим, вот мастера, которые были совсем там недавно, сто лет назад, двести лет назад, это говорит о том, что тогда еще не так была развита культура, там не было каких-то таких средств передвижения, как вот сейчас там автомобили, самолеты, вот, и все равно дух паломничества, дух желания пробудиться, желания практиковать, вот эти практики там оставили, и мы сейчас, находясь там, ходим там, и, конечно, ну, это впечатляет, ты понимаешь, что надо практиковать, надо, ну, это очень важно в жизни, вот, понятно, что не получится уйти там в монастырь, в горы уйти там и сидеть, потому что, ну, есть определенная карма, которая будет все равно возвращать, ум тоже не даст так резко взять и перейти на другие рейсы, и поэтому нужно постепенно себя вырывать, делать себе такие отпуска, мини-отпуска там на 10 дней, немножко, ну, и погружать себя в ретрит для того, чтобы вот, ну, хотя бы соприкасаться с этим, потому что вот из личного опыта могу сказать, все, что читаешь, все, что слушаешь, ну, вот в городе, допустим, когда у тебя есть много деятельности, очень сложно, большой поток информации, даже если что-то к тебе там просочилось, какие-то там знания, они очень тяжело осаживаются, потому что, ну, очень большой поток информации, очень много дел, очень много отвлечений, нет вот этой концентрации на практику, концентрацию, допустим, на чтение, ну, на познание дхармы, допустим, а когда вы приезжаете на ретрит, да, там первые дня, два у вас там такой кризис небольшой для ума, то, что нет телефона, интернета, как бы нету этих дел, но потом вы понимаете, что даже вы в ретрите можете читать те книги, которые для вас вообще были закрыты, и вы в этих книгах можете чувствовать глубину, поэтому вот мы, находясь здесь, ещё раз вот сами для себя поняли, насколько это важно, важно практиковать, важно делать себе или индивидуальный ретрит, или групповые, практика очень заниматься важно, и вот таким образом у нас созрело вот это вот желание с вами поделиться, поделиться энергией этих мест, поделиться своим осознанием, наблюдением, вот сейчас ещё Надя что-нибудь добавит. Можно я тебе ещё один вопрос задам провокационный? Вот ты, когда начал говорить о цели ретритов, зачем уходили, упомянул такое понятие, как поиск себя, найти себя. Вот, возможно, это не для всех очевидно, хочу тоже, чтобы ты немножко прояснил, а разве мы не есть у себя, в смысле найти себя? Ну, что бы, благодарю за вопрос, для того, чтобы понять, ну, что я имел в виду, вот вы, допустим, можете сесть, даже вот сейчас, перед экраном, сесть и создать такое себе намерение, что я, допустим, буду сидеть в течение там минуты и не буду ни о чём думать, буду концентрироваться на дыхании. И вот, когда вы сядете, вы заметите такую интересную вещь, что телевизор, который у вас в голове работал, вот, он продолжает работать, хотя вы, казалось бы, хотите продолжать концентрироваться на дыхании, но не получается, что-то продолжает в голове вашей говорить, мыслить, какие-то образы, идеи и так далее, и так далее. И получается, когда вы, первый опыт вашего соприкасания с медитацией, вы понимаете, что вот есть вы, как вот Личность, как Дух, и есть как бы что-то у вас, то, что вами движет. И когда вы пробуете медитировать, вы понимаете, что вот вы вроде бы концентрируетесь на дыхании, а мысли-образы продолжаются. И вы до этого себя отрежетляли с этими мыслями, которые у вас были в голове. И вы думали, весь выбор, все эмоции, которые вы переживали, нравится, не нравится, что-то выбираю, что-то хочу, чего-то не хочу, это всё, оказывается, были не вы. И вот то, что я сказал, встреча с самим собой, это когда вы себя погрузили, вот всё, нету ничего, есть только практика. Практика, она позволяет вам поднять сознание вверх и накопить энергию. И тогда уже, чем больше у вас энергии, тем легче вам уже контролировать ум, контролировать эмоции, контролировать энергию. Ну, вот те, кто был, ребята, на ретрите, они, конечно, ну, это нужно видеть. Вот приезжает одна группа, через 10 дней, это вот просто ты смотришь по глазам, это такие живые глаза, осознанные, горячие, заряженные, и у людей, вроде бы, кажется, ну, внешне вроде ничего такого не происходит, ну, какой-то такой картинки внешне нет, вроде человек просто сидит. На самом деле мы живём внутренним миром. Вот то, что говорят мастера, просветлённые, то, что, то, как вы себя ощущаете внутри, так и, в принципе, вы и ощущаете этот мир. Если вы внутри наполнены, если вы внутри радостны, если у вас внутри энергии правильно балансируют, правильно циркулируются, то и вы можете воспринимать этот мир радостно. И вот когда вы погружаете себя в ретрит, казалось бы, такая аскеза, нету телефонов, нету привычной жизни, идёт большое, нету разговора, вот ещё там во время ретрита мы соблюдаем Мауну, участники соблюдают Мауну, для того, чтобы тоже не тратить энергию, на разговоры много уходит энергии. И получается, идёт аккумуляция энергии, и благодаря этого человек начинает встречаться с самим собой, и идёт очень такая мощная переоценка, переоценка ценностей, ты понимаешь, но это не хочу никого пугать, не будет такого, что там ты выйдешь и поймёшь, что там всё, мне это не нужно. Нет, там идёт такая вот переоценка, знаете как, как будто ты немножко выходишь вот над, смотришь на свою жизнь немножко над собой, и как бы задаёшь сам себе такие вопросы, очень важные, а куда я иду, а что я делаю, а к чему я стремлюсь, и как бы и в этом во всём ты можешь как бы поставить правильные цели. И эти цели, они будут ну не какие-то такие, что там куда-то нужно бежать, что-то нужно там бросать, от кого-то уходить, там что-то продавать, нет, это не про это, это про то, чтобы вот в свою жизнь включить определённую дисциплину, и свою жизнь делать более структурированной, более там однонаправленной, как бы есть же цели, правильно, у каждого есть свои цели, у кого-то там семейная карма, у кого-то там, допустим, карьера, у кого-то карма там воина и так далее. И как бы для того, чтобы эту карму реализовать, вам нужно как можно больше посвящать именно этому делу больше энергии и больше времени. Для того, чтобы себя дисциплинировать, нужно вот какая-то такая вот перезагрузка. И для этой перезагрузки випасна — это как бы самый лучший инструмент, на мой взгляд. Благодарю, Коль, прям тебя слушал бы и слушал. Правда, вот мы в течение жизни ребёнок, когда приходит, рождается, он же в какой-то степени чист, у него нет личности, у него нет самоидентификации ни с чем. Он просто как чистый лист бумаги. И даже интересно наблюдать за детками, когда они впервые начинают себя узнавать в зеркале годов полтора. Это очень смешно. Они удивляются, смотрят, кто это, разглядывают. И вот до этого возраста они вот получается чистая суть, вот как она есть, приходят в этот мир. И в течение жизни они начинают про себя что-то узнавать от других. То есть, как мы все, да? Мы про себя что-то узнавали от наших родителей, какие мы. Как нам говорили, так мы на бессознательном уровне в возрасте до трёх лет и закладывали в себя эти программы. Мы узнавали про себя потом от друзей, когда начинали дружить, какие мы. Потом в семейных отношениях, с коллегами по работе. И в зависимости, конечно же, от накопленной кармы, от предрасположенности, в конце концов мы сформировались как-то. И мы настолько слились с этими определениями, которые нам дал внешний мир, что мы совсем забыли, кто мы есть на самом деле. Это на самом деле такой глубинный сущностный вопрос для каждого человека в течение своей жизни узнать, а кто я настоящий. И это невозможно сделать в рамках социально-активной жизни, потому что там мы слиты с этими ролями. И если, например, вы про себя думаете, что я, например, отец, бизнесмен, руководитель, ну, не знаю, какие-то ещё роли, сын, дочь, то вы там, как бы в этой воде. Рыба, находясь в воде, она себя отдельно от воды не ощущает никак. И только когда мы себя сознательно выдёргиваем из этой среды и помещаем в какие-то условия, где мы один на один с собой. Да, конечно, одиночные ретриты — это такая идеальная практика, но до неё нужно дорасти, потому что наша психика не готова встретиться с самим собой вот так совсем в одиночном ретрите. И вот как первоначальный этап, конечно, групповые ретриты — это хорошо, потому что, как Коля сказал, там тишина, там молчание, там никто друг с другом не взаимодействует, и вы ни от кого не узнаете, какой ты. И здесь, вот в этот момент тишины многодневных практик и нахождения один на один с самим собой, как раз происходит такая идентификация себя. Надо же, я, оказывается, да, дочь, работник какой-то, сотрудник, друг, но это всё осталось там, этих людей нет, с которыми я в отношениях. их нету, и я как бы не в полной мере в этой роли, а кто же тогда я за пределами вот этого всего. И Будда, конечно, много говорил об этом в своих наставлениях и в наставлениях по практике, когда он передавал на панасате технику. он говорил ещё глубже, что ты, когда уехал в ретрит, например, ты остался, и тебе кажется, что, ну вот, я сижу в ретрите, вот я, моё тело, вот мой ум, который мой, а там в практике оказывается, что и тело не моё, что я не могу им управлять и руководить, что в нём происходят какие-то процессы, которые независимо от меня происходят. И ум не мой, как Коля рассказал, что там играют какие-то сценарные мысли из телевизоров, наши непережитые, недопрожитые эмоции, которые мы по сто раз прокручиваем, как раз исходящие из тех взаимоотношений с теми, вот мы, как в театре, и на той стороне тоже актёры, и мы все как-то друг с другом взаимодействуем и загружаем друг другу в голову какие-то сценарии. Они начинают проигрывать, и ты в ретрите сидишь и понимаешь, что и этим я не управляю, и это, оказывается, не моё. И на самом деле с одной стороны увидеть это неприятно для многих бывает, шокирующе как-то, особенно кто, если недавно в практике и мало что про себя знает, не очень интересовался самопознанием. Но это та отправная точка, от которой начинается самое интересное путешествие, которое, как говорят мастера, не заканчивается никогда. то есть это путешествие длиною в жизнь и из жизни в жизнь. Мы, накапливая определённый опыт, всё равно стремимся к тому, чтобы найти свою суть. И в чём ценность этого, когда мы приходим к самому себе, когда мы понимаем, что я думал, что я хочу заниматься этим, а на самом деле вот в состоянии спокойствия ума я осознал, что и профессия моя нелюбимая, что это не я хотел, например, а родители хотели. У кого-то с семьёй такая же история происходит, кто-то создаёт отношения, рожает детей и потом только понимает, что это было не моё желание. И вот такое, не хочу пугать, но это такое интересное разочарование, вот как бы тоже такая ступенька для того, чтобы прийти к себе, нужно разочароваться. Что значит разочароваться? Это хорошее слово, это неплохое, это значит избавиться от иллюзий. И только тогда можно задать себе настоящий вопрос, а вот я настоящий, я-то чего хочу? Это тоже один из самых часто встречающихся отзывов после ретрита, когда ребята говорят, что я не знаю, что произошло на ретрите, как описать это словами, но я встретился с самим собой. И я тоже никому не смогу описать словами, что я понял, но я понял всё. И это вот эта уверенность в жизни, вот это понимание своего пути, с которого уже никто не собьёт, никакие внешние обстоятельства, это, я считаю, как бы такая одна из важных драгоценностей, которую можно получить на ретрите тоже, потому что идя с ней дальше, многие вопросы решаются легче. Легче быть честным, потому что все мы, откровенно говоря, немного в своей жизни привираем. Кто-то из страха, кто-то из гордыни, кто-то из разных других мотиваций, но трудно, живя в социуме, быть абсолютно честным. А честность это сила, она идёт из силы. Но где нам взять эту силу, если всё, что мы про себя знаем, это просто мнение других людей. Но когда ты знаешь свою суть, ты не можешь это никому описать, что такое суть, что такое я на самом деле. Но тогда рождается вот эта уверенность, которая даёт возможность быть честным, быть смелым, быть мужественным. А это сейчас в наши времена очень нужно, очень важные, ценные качества, потому что процессы в мире ускоряются, и нет уже времени на то, чтобы какими-то извилистыми путями ходить, привирать, лгать самому себе, лгать окружающим. Максимальная честность самим собой в первую очередь. Ретрит может дать такую возможность, вы можете это увидеть, заметить в себе. Поэтому тоже прорекламирую наши ретриты в ретритном центре Аура. Чем они хороши для российской аудитории. Мы сейчас в Тибете, здесь очень легко людям попасть в какое-то место для практики, здесь очень много сильных мест. В России, живя особенно в крупных городах, трудно создать себе, Коля, как правильно сказал, такую атмосферу практики уединения. И вот Аура, наш ретритный центр, это как такая локация, локальное место силы. Оно и само по себе непростое, там пространство особенное, тонкий план очень поддерживает это место, энергии сильные. Честно, я даже особо пока разницы не почувствовала между тем, как я приезжаю в Ауру после месяца в Москве и приезжаю в Ауру и такие же ощущения, такие же эмоции, переживания, как сейчас здесь. Не знаю, как будет дальше за время нашего путешествия. То есть, поверьте, там само место помогает практике. Помимо того, что, как Коля сказал правильно, и программа продуманная, и ребята заботливые, волонтёры, которые обеспечивают быт, но и сама энергия этого места очень сильная. Поэтому, если есть мысли про ретрит, какой-то отклик находит наша сегодняшняя беседа, не сомневайтесь, обязательно приезжайте. Знаю, что для многих людей проблемно с отпуском на 10 дней выбраться. У нас есть прекрасные ретриты два раза в год, которые проводит Андрей Верба. Они на новогодние праздники и на майские праздники. И там легче всего подстроиться, потому что в основном у людей выходные в эти дни, какое-то количество может быть дней взять отпуск или за свой счет и приехать. И, конечно, это самые мощные, самые сильные ретриты, которые там проходят. Если такая возможность есть, приезжайте. трёхдневные ретриты. Да, есть трёхдневные ретриты. Если хотите просто попробовать свои силы, можно тоже на нашем сайте, мы все ссылки дадим в описании, приехать на выходные, например, в ауру. Для кого-то это вообще, я знаю многих людей, кто слышали про ауру и просто мечтают там побывать под каким-то предлогом, не понимая, как можно туда попасть. Можно приехать на три дня ретрита. Можно приехать волонтёром, да, Коля? Я думаю, может быть, пару слов ещё тоже скажешь про это, потому что пришло из пространства, что важно об этом сказать. И можно приехать на 10 дней. Это тоже прекрасная возможность. Если вдруг новогодние или майские праздники как-то хочется по-другому провести, то можно в течение года тоже выбрать себе дни. У нас на сайте есть эти блоки с датами, когда ретриты проводят. Многие преподаватели клуба проводят, тоже выбирайте себе по душе. Наша команда, вот мы с Колей, у нас Анастасия Исаева, Екатерина Гокшарова, вчетвером мы проводим у нас три раза в год, да, по-моему, мы проводим. На данный момент это ноябрь, февраль и июнь, да, по-моему, мы определили. Ближайший вот будет 3 ноября. Мы, наверное, ещё будем с энергиями Тибета, да, которые мы копим, чтобы с вами поделиться. Приглашаем, приезжайте, пожалуйста. И про волонтёрство пару слов. Я ещё добавлю к словам Наде по поводу в современном мире очень много сейчас интенсивности, интенсивность процессов одновременно, которые проходят. И, как бы, приходится много что решать одновременно, во многом быть включённым. И для того, чтобы не перегорать, нужно восстанавливаться. И вот, знаете, из личного опыта и наблюдений могу сказать, что лучший отдых это тишина. Это тишина, потому что когда ты едешь куда-то там на какую-то курортную зону, там не всегда будет то, что ты хочешь. Если ты хочешь тишины, там будет обязательно шумно. Если ты хочешь какого-то там покоя, обязательно тебе кто-то будет докучать, звонить, общаться, знакомиться, там ещё что-то. И вот в этом плане ретрит очень хорошее место для того, чтобы прийти и реально побыть в тишине. И вот в этом плане ретрит на Центраура такое создаёт условия побыть в тишине. Поэтому это очень здорово. И вот по поводу Надя сказала волонтёрства. Да, такая функция есть. Можно приехать поволонтёрить. Вот из личного опыта и наблюдений тоже вот ребята делились. Те, кто приезжал на ретрит, за два дня, допустим, за три дня до начала ретрита и за это время поволонтёрили. Очень тоже хороший получается эффект, если вот уже немножко добавить эзотерики в нашу беседу, то есть определённое пространство, есть хранители этого пространства. И когда ты приезжаешь, понятно, если у тебя есть такая возможность, приезжаешь не только сразу на мероприятие, а как-то послужить, как будто дань уважения ещё этому месту дать, но если есть опять же возможность, то может как бы ещё быть больше помощи. Но, как уже Наня сказал, и я уже проговорил, что само место, ретритный центр раура, он уже довольно-таки такой, ну уже намоленный, если так это можно сказать, вот, поэтому в любом случае рекомендуем туда посетить это место, побыть, прочувствовать. Ну, не хочется, конечно, слишком говорить о том, что это уже как святое место, как такое, как одна из цветы, но вот представьте, 10 лет, там, чем 10 лет люди занимаются саморазвитием, но вот и люди на каждой, вот у нас, если вы зайдёте на сайт vipassana.ru, вы увидите, что практически каждый месяц проходит випассана, и вот в течение каждого года, каждый месяц там вот проходят такие мероприятия, проводят преподаватели клуба, преподаватели клуба, это ребята, которые ну прошли определённую школу подготовки, они знают, как готовиться, вот допустим, у нас, да, в ноябре ретрит, но мы здесь в Тибете, как бы мы там не дома под телевизором или ещё где-то там, не знаю, мы вот, и мы, кстати, в Тибете, я не считаю, что это отдых какой-то, это просто, ну, это такой, такие трансформации, такие, в общем, ну не просто это всё, вот, ну и как нам наш учитель Андрей Николаевич давал знания во время, ну на курсах, что к любому мероприятию ты должен максимально готовиться, сократить какие-то там условно возможности какого-то там отдыха, наслаждения, вот максимально готовиться к практике, это в принципе все преподаватели клуба к этому готовятся, я знаю, даже многие преподаватели приезжают к нам в ретритный центр Аура для того, чтобы подготовиться к своему мероприятию, уходят в индивидуальные ретриты, поэтому считаю, что клуб умру и вот то, что мы проводим, ретриты, это очень ну очень благостный проект и много кто, ну преподаватели очень ответственно к этому относятся и из-за этого такие вот отзывы, такая обратная связь и такие осознания у ребят, то же самое отзывы вы можете также на сайте почитать, есть видеоотзывы, есть голосовые отзывы и ну там очень круто у ребят интересные происходят осознания, опять же скажу, само место помогает и конечно ребята, те кто проводят эти ретриты из-за того, что они ответственно к этому относятся, готовятся, становятся хорошими проводниками и могут вот в моменте правильно ответить на вопрос и как бы быть проводником определенной энергии, которая тоже помогает ребятам проходить определенные трудности, которые тоже бывают на ретрите, для того, чтобы вот скажем так потом взять этот плод самой практики и самого ретрита. Поэтому приглашаем вас на ретрит, в ретрит на Центр Аура, выбирайте себе время, кто вам симпатичный преподаватель, ну кто вам отзывается, с кем у вас есть кармическая связь и ждем вас в ретритном Центре Аура, до встречи по возможности Ом. Ом. Вроде нормально, да? Отлично. Волна пошла прям так аж трясет. СТОНК. Продолжение следует... Продолжение следует...